Обильные дожди зачастую становятся головной болью жителей деревянного жилого фонда. К примеру, Ирина Кычкина, живущая с семьей в одном из домов по улице Тимирязева. После дождей по квартире на первом этаже ей приходится передвигаться исключительно в резиновых сапогах. У нас после каждого дождя, ну сейчас уже постоянно топит. Даже не сильные, а простые дожди маленькие. Спасением от ливня не всегда может послужить и многоэтажный каменный дом. Так на днях по мессенджеру WhatsApp распространяли видео о том, как квартиру на последнем этаже в доме по улице 50 лет Советской Армии топит. К сожалению, интервью хозяйка квартиры давать отказалась, но по ее словам управляющая компания обещала устранить все проблемы в течение недели. Тем не менее, вода в жилых помещениях это частные случаи, а вот что касается каждого жителя города, так это улицы. Преодолевают жители столицы водную преграду не только на руках. Некоторые поступают проще, одевают поверх обуви обычные пакеты, так и шагают по лужам. Аналогичная ситуация складывается после обильных осадков и на проезжей части. Причина – отсутствие в Якутске как таковой ливневой канализации. Однако можно заметить, что в этом году городские дороги в центре от воды избавляются быстрее, чем в предыдущие. Как оказалось, работы по созданию водостоков в Якутске ведутся. За последние три года действительно сделано очень много работы по дноуглублению, по усилению канала городского, который является основным, как водоотводным ливневой канализацией. Сейчас работы по обустройству ведут на Малом кольце. Он пролегает через центр города. Полностью начать функционировать он должен уже в этом году. В центре города основная, когда будет, назовем ее аорта, когда будет готово, то вода будет спокойно по ней уходить. Второе кольцо внешнее при хорошем финансировании запустят через 3-5 лет. И тогда осушаться будут не только центральные дороги, но и улицы на окраинах. Будет ли это финансирование или нет – вопрос другой. Заклядывать в будущее на такое большое время смысла нет. Нас интересует ближайшее время, а именно какую погоду ожидать на следующей неделе. В основном такая погода будет умеренно теплая, дневная температура порядка 18-21 градусов, ну и начиная порядка 10-12 градусов тепла. Но несмотря на то, что синоптики обещают солнечную и теплую погоду, вместе с тем они советуют не убирать далеко свои зонты. Ведь, как показала погода этим летом, она богата на сюрпризы. И даже солнечный день за пару минут может превратиться в дождливый. Павел Танин, Иван Семенов, Джур Березкин, Владимир Борисов, Мария Кузьмина. Якутия. День за днем.